Роман Дэна Брауна «Кот да Винчи», несмотря на свой захватывающий сюжет, не имеет под собой реальной основы и каких-то доказательных фактов. Браун стал чем-то вроде шутки для настоящих исследователей истории искусства, главным образом потому, что он заставил широкую публику задуматься о том, что в искусстве эпохи Возрождения были таинственные загадки и символы тогда, когда их на самом деле нет. Конечно, нет никаких сомнений в том, что художники используют символику в своих работах и делали это на протяжении веков. Но это не закодированные библейские послания и пророчества, о которых многие думают. Однако есть и другие примеры скрытых смыслов, посланий и пасхалок в искусстве эпохи Возрождения, которые не менее интересны, даже если они не говорят нам, когда наступит конец света или где спрятано сокровище. Сегодня поговорим о тайных посланиях из эпохи Ренессанса. Перед началом убедитесь, что вы уже поставили лайк этому видео, подписались на канал и на телеграм, ссылка в описании. Итак, это история по-черному, поехали! Портрет читы Арнольфини, Ян Ван Эйк. Если вы внимательно посмотрите на фон портрета Арнольфини, вы заметите какие-то надписи на стене и маленькое зеркало по центру. Надпись означает Ян Ван Эйк был здесь в 1434 году. Так художник помечает стену своей собственной картины. Кроме того, если вы посмотрите в зеркало, вы заметите, что Ван Эйку удалось нарисовать довольно точное отражение сцены происходящего. Одна из спорных теорий для пометки Ван Эйка заключается в том, что картина была задумана как юридическая запись брака изображенной пары Джованни де Николао Арнольфини и его жены. Иван Эйк подписал свое имя в качестве свидетеля брака, что является довольно интересным ходом. Захария Микеланджело Автор и ватиканский ученый Рой Долинер провел шесть лет, исследуя работу Микеланджело на потолке Секстинской капеллы для своей книги «Загадка Микеланджело. Что скрывает Ватикана Секстинской капелле» и сделал несколько довольно занятных открытий. Среди них был Путти, маленький ангел, который пытается сделать неприличный жест в виде дули за спиной пророка Захарии. Логичный вопрос, для чего? Микеланджело смоделировал Захарию по образцу Папы Юлия Второго, также известного как Юлий Второй Грозный. Как утверждает Долинер, это был способ Микеланджело тонко оскорбить Папу. Жест был настолько мал, что его трудно разглядеть с земли, так что сколько бы Папа не бродил под прекрасным произведением гения, он бы вряд ли обратил на это внимание. А Микеланджело в свое время получил то, что хотел. Но это уже другая история. Послы Ганса Гальбейна-младшего. Картина похожа на те, которые обычно находятся в домах с привидениями. Два богато одетых человека изображены перед высоким столом, загроможденные множеством предметов. Они намекают на их религиозные, интеллектуальные и художественные интересы. Но видите, это странное пятно у ног послов. Нет, это не компьютерная графика или что-то подобное. Это называется аноморфозой. Визуальный обман, когда художник намеренно создает искаженный образ, который воссоздается, если смотреть с правильного угла. Если смотреть прямо, то почти ничего не увидишь. Но если отойти вправо и снова бросить свой взгляд на произведение, то можно разглядеть череп. При прямом взгляде человека, погруженного в рутину бытовой жизни и не желающего иметь дело с трагической метафизикой земного бытия, смерть представляется иллюзорным пятном, на которое не стоит обращать внимание. Но при особом, глубоком взгляде все меняется с точностью да наоборот. Смерть вращается в единственную реальность, а привычная жизнь на глазах искажается, лишается значения, приобретая характер фантома, иллюзии. Кхм-кхм, простите. Правда, некоторые ученые говорят, что Гальбейн просто выпендривался. Давид Микеланджело Статуя Давида Микеланджело максимально знаковая и знакомая всем фигура. Настолько, что трудно поверить, что в ней есть какая-то настоящая тайна. Наверняка мы уже давно узнали все, что могли. Ведь так? Но исследователи смогли обнаружить, что Микеланджело разработал позу Давида, в которой каждая анатомическая деталь, вплоть до формы мышц на лбу, согласуется с комбинированным эффектом страха, напряжения и агрессии, включая сокращение репродуктивных органов. Это означает, что его половой орган, перед тем, как убить великана Голиафа, слегка сжимается от страха. И еще одно замечание. Глаза Давида слегка скошены и выглядят испуганными, но это заметно только тогда, когда смотришь на статую не сверху вниз, а наравне, то есть на уровне глаз и выше. То есть данная деталь видна далеко не всем, а возможно, она видна только великанам. Тайная вечеря да Винчи Используя специальную камеру, Google произвели сканирование картины да Винчи Тайная вечеря самым высоким разрешением в 1 миллиард пикселей. Google Arts в партнерстве с Английской Королевской Академией Искусств создал скан, который на самом деле является ближайшей оригинальной копией работы да Винчи. Предположительно, созданные его учениками Джампетрино и Джованни Антонио Больтрафио. С новым разрешением искусствоведы заметили некоторые ключевые детали, скрытые в копии Джампетрино и Больтрафио. Рядом с правой рукой Иуды рассыпана соль, считающаяся дурным предзанименованием. Кроме того, Петр держит нож, который может предвещать тот факт, что он отрежет ухо тому самому Малху. Микеланджело. Сотворение Адама Всем знакома картина Микеланджело «Сотворение Адама», которая является частью Сикстинской капеллы. На ней изображен бог в ночной рубашке, протягивающий руку, чтобы коснуться пальца Адама. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что происходит за спиной бога? Почему такое странное скопление херувимов? Искусствоведы считают, что наиболее вероятный ответ заключается в том, что Микеланджело, который в прошлом препарировал человеческие останки, взял за основу человеческий мозг. Это удивительный аргумент, особенно когда вы видите очертания, детализирующие сходства. Ужин в Маусе Караваджо Ужин в Маусе, на первый взгляд, кажется довольно простой сценой. Группа мужчин обедает за маленьким столом в темной комнате. Мужчины, стоящие по богам от центральной фигуры, кажутся довольно эмоциональными, в то время как центральная фигура, таинственная, похожая на Иисуса, выглядит безмятежной и невозмутимой, мудро жестикулируя правой рукой. Что, черт возьми, здесь происходит? Может быть, здесь есть какие-то скрытые улики? Мы видим вазу с фруктами, но Иисус больше любит рыбу и хлеб, верно? Но стоп. Что это за тень на столе? Неужели это рыбий хвост? Да, картина должна изображать воскрешение Иисуса, которое встречается со своими учениками, прежде чем таинственно исчезнуть. Рыбий хвост – одна из многих улик, оставленных Караваджо в этом шедевре позднего Ренессанса. Может быть, именно ты сможешь разглядеть что-то еще? Персей Бенвенута Челлини На первый взгляд, Персей с головой Медузы, как следует из названия, имеет два лица. Мифологического греческого героя Персея и отвратительную змееволосую Медузу Гаргону. Но если взглянуть на заднюю часть шлема Персея, то можно увидеть, что скульптор Бенвенута Челлини оставил небольшой сюрприз. Да это же автопортрет самого Челлини с бородой. Также он подписал свое имя на поясе Персея, наверное, на тот случай, если кто-то забыл, кто сделал этот бронзовый шедевр. Аллегория с Венерой и Амуром Бронзина Ученый-деятель Кристофер Кук в журнале Королевского Медицинского Общества утверждает, что аллегория с Венерой и Амуром на самом деле повествует нам о сифилисе. Почти каждая деталь говорит нам о том, что настоящий урок картины состоит в том, что с нечестивой любовью приходят не только радость и удовольствие, но и болезненные последствия. Существует множество жутких доказательств, подтверждающих это, включая шип, который пронзает ногу маленького ребенка рядом с Венерой. Ребенок, в свою очередь, как будто равнодушен и абсолютно не замечает шипа в ноге. Возможно, это олицетворение сифилитической миолопатии и повреждение нервов. Независимо от намерений Бронзина в отношении картины, есть один скрытый элемент, который чертовски пугает, когда вы его замечаете. Маленькая девочка на самом деле чудовище. Питер Брейгель. Фламандские пословицы. Фламандские пословицы, по сути, очень похожи на игру «Где Уолли», с буквальными иллюстрациями пословиц и идиом вместо того самого Волли. Картины битком набиты маленькими сценами, где крестьяне ведут себя совершенно нелепо. Но если присмотреться, то каждая сцена и вправду иллюстрирует пословицу. Некоторые из них все еще используются и сегодня, правда, в слегка измененных формах. Например, такие, как убить двух мух одним ударом, что мы бы использовали, как угнаться за двумя зайцами. Но некоторые из них довольно неясны. Например, оба гадят в одну и ту же дыру, что означает, что они неразлучные товарищи. Кстати, на русский это перевели как «висит как нужник над ямой», что означает «очевидный случай». Страница Википедии имеет отличную разбивку на 126 пословиц, найденных в картине. Ученые считают, что Брейгель скрыл намного больше смысла в своем произведении, которое еще только предстоит найти. Если вы внимательно посмотрите на это произведение, то заметите какие-то надписи на платье дамы. На ее плече и левом боку видна, казалось бы, бессмысленная фраза «Ноль, Норико, девять», а также брошь и несколько символов. Но что это может значить? Да, значение «ноль и девять» не совсем ясно. Но Норико, если добавить феминитив и немного видоизменить, по-латыни означает «из Венгрии», то является кивком в сторону родины художника. Это также подсказка, что женщина, несмотря на ее красноречивую нюрнбергскую шляпу, на самом деле не из Нюрнберга. Но если уж совсем упереться в разбор, то можно обратить внимание, что такие шляпы носят в основном замужние женщины, а парень рядом с ней явно холостяк. Вакх Караваджо. На картине Караваджо Вакх изображено почти то же, что и на портрете греческого бога вина. Большой кубок вина, ваза с фруктами, подпитый Дионис в тоге и крошечный художник, утопающий в графине. Стоп, что? Вы его тоже видите? На самом деле, трудно сказать четко, но по мнению экспертов по художественной реставрации, это Караваджо в возрасте 25 лет. Крошечный маленький Караваджо был впервые замечен реставратором, чистившим картину в 1922 году. Но слишком активная чистка или небрежное к ней отношение в последующие годы сделали его практически невидимым. В 2009 году исследователи использовали технику, называемую рефлектографией, чтобы мельком увидеть миниатюрный авторпортрет, как предполагал Караваджо. На самом деле, он кажется не внутри графина, а отражением на графине. Протягивающим руку к холсту на Мольберте. Рукопись Войнича Все, что связано с так называемой рукописью Войнича, запутано и загадочно. Она написана неизвестным автором на неизвестном языке и с использованием неизвестного алфавита. Илюстрации и диаграммы кажутся научными по своей природе, но никто точно не знает, для чего они предназначены и кто на самом деле их нарисовал. Точное время изготовления рукописи остается неизвестным, но документально ее история прослеживается с 15 века. Но это тоже не дает нам точного ответа, откуда они появились. Криптолог Уильям Фридман считает, что манускрипт Войнича содержит осмысленный текст на каком-то европейском языке, который был намеренно переведен в нечитаемый вид. Своеобразная внутренняя структура слова привела Фридмана к выводу, что незашифрованный текст мог быть написан на искусственном языке. Но с этой идеей его развернули и попросили больше отдыхать. Кто знает, что хранит в себе тайная рукопись? Может быть, в ней скрыты секреты давно утерянной цивилизации? Возможно, в хитросплетениях символов мы можем узнать секрет вечной жизни и молодости. А может, просто какой-то лесник, у которого не все дома, решил вести свой дневник, в котором описывал, как правильно ухаживать за растениями? Пожалуй, на этом закончим шествие по тайным посланиям в искусстве эпохи Возрождения. Надеюсь, всем угодил и всем все понравилось. Лично мне было очень интересно. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, телеграм, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это был Олег Черный. Всем пока.